Prodexpo 2022 на ваших экранах, а мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми, интересными компаниями. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Горчаков Денис, я руководитель отдела продаж компании Meridian. Расскажите, чем занимается ваша компания? Мы специализируемся на интеграции и внедрении промышленных роботов на производствах, а также производство промышленного оборудования для маркировки и прослеживаемости выпускаемой продукции. Роботы. Получается, ваша компания будет повинна в восстании роботов, когда они станут умнее и эффективнее, чем человек? Действительно, сейчас роботами никого не удивить. На улице роботы-доставщики доставляют нам продукты питания. Также у каждого, практически второго жителя нашей страны, есть робот-пылесос. Но, тем не менее, наша компания занимает направление именно в области промышленных роботов на производствах. Наши успешные реализованные проекты внедрены на таких направлениях пищевой отрасли, как алкогольные предприятия, это мясная промышленность, масло-жировое направление и молочная отрасль. Расскажите, пожалуйста, всем понятно, что человеческий фактор никто не отменял, что люди могут заболеть, жениться, уйти в декрет и так далее, что роботы этому не подвержены, но при этом при всем робот все равно стоит денег, но эффективен, не спит, не нужен отпуск и так далее. Но все-таки, получается, есть какая-то окупаемость или срок этой окупаемости? Все верно. На самом деле мы привыкли к тому, что сейчас промышленные роботы используются, как правило, в области машиностроения. То есть это конвейер, большой завод, роботы осуществляют сварку, либо какие-то перекладку, либо установку запчастей. Но, тем не менее, мы видим всплеск запросов у пищевой промышленности, потому что необходимо каждому предприятию, например, когда он в определенный период нужно выработать определенный объем продукции в срок для сетей, то необходимо минимизировать брак, количество ошибок и сработать именно с той производительностью, которая тебе нужна. Тем не менее, сейчас, как вы правильно сказали, ситуация с пандемией. Люди могут незапланированно уйти на больничный. Ну, также их работа зависит от настроения, которое у них было сформировано дома. Тем не менее, промышленные роботы, они исключают такие факторы и являются надежным помощником каждого производителя. Роботы не чихают, не обнимаются и при этом не выходят из рабочей зоны, поэтому абсолютно безопасны. Все верно. Главное, не забывать о них обслуживать. Это да. Наверное, пожелаем вам удачи на этой выставке. Надеюсь, что тяжелые работы, рутинные, останутся роботом, а люди будут теперь делать только что-то интересное, творческое и будут больше получать удовольствие от своей работы. Пользуясь словом, хотел бы все предприятия, которые задумываются об автоматизации своих производств, приглашать к нам. Приглашаю к нам. Звоните, пишите. Будем рады. Субтитры сделал DimaTorzok